Новосибирцы выбирают Жилфонд. Благодаря этому мы развиваемся и становимся лучше. И сегодня более 600 сотрудников Жилфонда готовы моментально приступить к решению ваших вопросов. Жилфонд. Работаем для вас и благодаря вам. Здравствуйте. В эфире информационно-аналитическая программа «Квадратура». Ни один человек, находясь в здравом уме и трезвой памяти, не мечтает о жизни в тесной квартире. Мы все желаем большего. Просторный загородный дом или трехкомнатную квартиру в центре с прекрасным видом из окон. Можно бесконечно сетовать на то, что вам это не по карману, не предпринимая при этом никаких действий. А можно уже сейчас двигаться навстречу своей мечте. В большинстве случаев вам нужно просто желание жить лучше. Специалисты агентств недвижимости говорят, что большинство покупателей дорогих квартир и загородных домов – это обычные люди со средним достатком. Приобрести дорогостоящее жилье с нуля действительно непросто и доступно небольшому проценту новосибирцев. Но риелторские компании постоянно разрабатывают технологии улучшения жилищных условий с привлечением выгодных ипотечных предложений и социальных программ. В основном, покупка недвижимости, о которой вы мечтаете, почти всегда проходит в несколько этапов. Начинают все с малого, например, с приобретения комнаты недорогой малосемейки в спальном районе. Это можно назвать основной точкой отсчета. Покупая недвижимость, даже самую недорогую, и в ипотеку, вы выгодно вкладываете деньги, не позволяя им обесцениться. Имеющаяся недвижимость затем становится стартовым капиталом для покупки следующей квартиры или дома. В практике риелторов сотни примеров того, как всего за несколько лет люди становились собственниками жилья, которое до этого им казалось совершенно недоступным. Не уметь копить деньги вовсе не повод для грусти. Тем более, что многие экономисты уверяют, ипотека в наше время гораздо выгоднее накоплений в матрасе или в стеклянной банке. Инфляция и постоянный рост цен на недвижимость могут нивелировать любые подвиги экономии в отдельно взятой семье. Тогда как вы скрупулезно откладываете часть доходов, кто-то рядом с вами берет ипотеку и уже владеет собственным жильем, отдавая ту же сумму в месяц и не беспокоясь о том, что квартиры подорожают, а деньги обесценятся. Начать можно с покупки комнаты. Подробнее расскажет специалист агентства недвижимости «Жилфонд» Нонна Кашевая. Если накоплений на покупку отдельной квартиры не хватает, то вопрос решается поэтапно. Сначала можно купить в ипотеку комнату, в этом случае платежи по кредиту будут небольшими, и в дальнейшем с доплатой поменять ее на однокомнатную квартиру. В Новосибирске продаются комнаты как в коммунальных квартирах, так и в общежитиях. Причем цены на них практически не отличаются. Самые недорогие комнаты можно купить в удаленных от метро районах. Здесь цены начинаются от 600 тысяч рублей. Комнату площадью порядка 12 квадратных метров по линии метро можно купить за 850-900 тысяч. Комнату 17-19 квадратов за 1 миллион-миллион 200 тысяч рублей. Важно, что приобретая комнату, вы можете быть уверены, эта недвижимость пользуется спросом, и при необходимости вы ее продадите в любой момент. Если вам не нужно покупать квартиру с нуля, а вы планируете расширение уже имеющейся жилплощади, то задача существенно упрощается. Вам не нужен первоначальный взнос, а требуемая сумма уже гораздо меньше. Сегодня в Новосибирске при обмене однокомнатной квартиры на двухкомнатную в том же районе вам потребуется доплата 200-300 тысяч рублей. Обменять на трехкомнатную можно с доплатой в 500-600 тысяч рублей. Комментарий специалиста агентства недвижимости «Жилфонд» Ирины Павловой. Схема сделок по обмену квартир проста. Человек, желающий улучшить свои жилищные условия, продает имеющееся жилье и использует полученные деньги в качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту. Приведу пример. В агентство недвижимости обратилась семья. Родители предложили сыну с женой разменять трехкомнатную квартиру на двухкомнатную и комнату, которая станет стартовым капиталом для молодой семьи. После успешно проведенного размена молодые решили приобрести однокомнатную квартиру с доплатой. На необходимые 500 тысяч рублей взяли ипотеку. Первоначальным взносом стали деньги от продажи комнаты. Спустя три года молодая семья уже погасила кредит и снова обратилась к риэлтору уже для покупки двухкомнатной квартиры. Сейчас семья обзавелась малышом и живет в двухкомнатной квартире, планируя второго ребенка и дальнейший обмен на трехкомнатную. Не стоит ставить крест на том, о чем вы мечтаете, убеждая себя, что желанная просторная квартира или загородный дом – это что-то недосягаемое. Возможно, все, но нужно только чуточку терпения и желания жить лучше. А воплотить в жизнь ваши мечты с удовольствием помогут профессиональные риэлторы. На сегодня все. Всего доброго. Увидимся на следующей неделе. Новосибирцы выбирают Жилфонд. Благодаря этому мы развиваемся и становимся лучше. И сегодня более 600 сотрудников Жилфонда готовы моментально приступить к решению ваших вопросов. Жилфонд. Работаем для вас и благодаря вам. Субтитры создавал DimaTorzok